Чуть больше одного месяца осталось до нового года. С 1 января многие жители Эстонии проснутся по новому адресу. В результате административной реформы, объединившейся волости, поменяют свои названия. И уже, например, на северо-востоке Эстонии люди нечаянно узнают, что будут жить они, например, не в Кохтловской волости, а в волости Тойла. Люди среднего возраста, которые постоянно следят за интернет-новостями, что-то где-то слышали. Дети, круглосуточно живущие в интернете, уж менее всего интересуются сайтами с подобного рода новостями. О стариках вообще говорить не приходится. Интернет для них – темный лес. Так кто же объяснит пожилым и детям, где они будут жить с первых дней нового года? Председатель горсобрания Нарва Ейосу, руководитель Союза местных самоуправлений Ида Вирума, где компактно проживает русскоязычное население Вейко Лухалайт, в молодости 10 лет работал школьным учителем. Господин Лухалайт, скоро Новый год. Я вас не спрашиваю, как мы будем жить в наступающем году. Я хочу знать, где мы будем жить. Одно ясно – в Эстонии, так как название страны не поменялось в ходе административной реформы. Но вот уезд, волости останутся. Вы, как бывший учитель, могли бы сейчас провести урок географии? Ну, скажем так, очень трудно сказать и даже представить себя в качестве учителя. Потому что, если прямо спросить, я же точно не знаю, тоже точно не знаю, где живут там люди какого-то поселка. И от чего это зависит? Это зависит от того, что я не читал газету, я не встречал со старичиной той волости, я не участвовал в обсуждениях публичных и даже не писал или не спросил в ходе процесса что-то. Скажем так, что волости Вайвара и города Нарваязу, я думаю, таких людей нету, которые не знают, где они жили, где живут сегодня. Наверное, проблема в том, что процесс, который вели в течение двух лет административной реформы, местные власти не обсуждали с людьми это. Значит, делали только по закону то, что минимально то, что надо. Суть дела – то, что объяснить людям, спросить, они согласны. Если они согласны, то уже предварительно говорить, что будет дальше. Вот этого, наверное, не было. И это понятно, потому что разница большая между самоуправлениями не только в том, что они большие и маленькие, но и в том, что люди, руководители самоуправления либо были в курсе, либо тоже не были в курсе, потому что нам не надо идеализировать руководителей. Кто участвовал в семинарах, скажем, в течение этих двух лет, они были информированы. Есть ли какой-то механизм доступного разъяснения людям новых названий их места жительства? Кто это должен делать? То, что в школе это надо объяснить, это обязательно. Урок географии или классного руководителя, не знаю, как сегодня эти называются, но обязательно, это же логично, что должны уже в первом дне, когда в сентябре в школу пришли, детям объяснить. Если это не делается, опять могу сказать, что здесь нельзя винить никого из людей и от государственной стороны, а вот местная власть, потому что это же местный вопрос, где мы живем сегодня, точно какой адрес. Так, пенсионеры, это тоже в таком смысле сложный вопрос, особенно у нас, потому что большинство людей живут в пространстве инфоканалов российских, может быть, русскоязычных и эстонских, и здесь тоже разница. Эстонские инфоканалы, либо русскоязычные инфоканалы, там акцент немножко другой, и действительно административная реформа больше объясняется в эстонских каналах, почему-то. В русскоязычных каналах, я сам вижу оба, там меньше об этом говорится, поэтому опять вопрос местных властей. Продолжение следует...